Переселенцы покинут санаторий Куяльник уже на этой неделе. Облсовет обеспечит электро- и водоснабжение до 14 октября, для того, чтобы люди смогли приготовиться к отъезду. Я отмечу, что в течение всей прошлой недели в Куяльнике вода и свет были отключены, так как у санатория нет денег на оплату коммунальных услуг. Сейчас в здравнице находится около ста человек, которые вынуждены выселиться. Переселенцам предложено четыре варианта, но большинство людей хотят остаться в Одессе. В августе месяце появилось четыре предложения, но, к сожалению, не сильно нам подходят. Это два дома-интерната, поселок Борщи и поселок Струмок. Но, к сожалению, все варианты для многих не очень подходящие. 15 человек 13 октября за свой счет, они уже купили билеты, уезжают в Святые Горы. А 15 уже коллективно с помощью облгосадминистрации организовывался автобус, для того, чтобы детей вывезти оставшиеся туда, в Святые Горы. Мы не едем никуда. Моя семья пытается остаться в Одессе, потому что у меня ребенок один ДСП, который здесь лечится. И благодаря лечению у нее большие способности появились. Дочь у меня осталась инсулинозависимая. И на сегодняшний день с инсулином как были проблемы, так и остались проблемы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!